Пользователи Реддита, каким фактом вы любите удивлять своих знакомых? Россия больше Плутона. Площадь России составляет около 17 миллионов 100 тысяч километров квадратных, а Плутона около 16 миллионов 650 тысяч квадратных километров. Омары никогда не умирают от старости. Либо мы их ловим и готовим, либо они становятся настолько большими, что не могут добыть себе достаточно еды и голодают. Либо они не могут добыть достаточно еды, чтобы восполнить энергию для линьки и задыхаются в слишком маленькой раковине. Также омарам требуется примерно 7 лет, чтобы достичь одного фунта. Это делает их очень сложными для разведения в неволе. Вот почему в некоторых странах такие высокие штрафы за хранение маленького омара. Откуда я это знаю? Я из семьи коммерческих рыбаков. Мой брат рыбак в 4 или 5 поколении. Я вышла замуж за Эвока. Серьезно, мой муж играл Эвока в Звездных Войнах. Люди думают, что я вру им, когда говорю это, пока не объясню, что он человек ростом 4 фута 2 дюйма, который выполнял трюки Эвоков. Между прочим, 4 фута 2 дюйма были пределом роста для Эвоков просто потому, что это был рост главного каскадера Эвоков, моего мужа. В мире всего 25 действующих дирижаблей. Время от времени я вижу дирижабли, поэтому я был удивлен, узнав, как их мало. В какой-то момент, в начале двухтысячных, в Тринидаде и Тобаго был самый высокий в мире показатель дирижаблей на душу населения. Рик Джеймс однажды похитил и пытал женщину из-за спора о запрещенных веществах. Ему было предъявлено обвинение, и я думаю, что в итоге он отсидел около двух недель в тюрьме. А Дэвид Боуи однажды намеренно врезался в машину торговца с запрещенными препаратами, которые, как он считал, ограбил его. Потом он написал об этом песню. Кожа ваших щек на внутренней стороне рта это тот же тип кожи, что и внутренняя часть стенок женского полового органа. Поэтому я люблю говорить людям это, как обычно в ответ они немедленно проводят языком по внутренней стороне щек. Моей черепахе Тэмми 25 лет, и она была со мной с 8 лет. У некоторых людей есть правила для соответствующего возраста, партнера для свиданий. Половина вашего возраста плюс 7. Мое же правило проще. Ты должна быть старше Тэмми. Между живым Терексом 65-85 миллионов лет назад и настоящим моментом меньше времени, чем между живым Терексом 65-85 миллионов лет назад и живым стегозавром 155-160 миллионов лет назад. Вдобавок к этому большинство людей не осознают, что динозавры существовали на Земле очень-очень долгое время. Целых 66 миллионов лет. Для сравнения, люди существовали около 7,5 тысяч поколений, в то время как динозавры правили с Землей десятки миллионов поколений. В каком-то смысле мы поселились в их доме, предков и делаем тут капитальный ремонт. Около 60% населения Канады проживает к югу от Сиэтла, штат Вашингтон. Мы предупреждаем живущих здесь людей о наших суровых зимах. Они предполагают, что мы говорим о дождях. Но все они говорят, я люблю дождь, да и температура тут выглядит неплохой. У нас нет так много снега. Людей здесь раздражает недостаток света. Световой день относительно короткий, интенсивность света низкая. И вдобавок у нас почти постоянный слой облаков. Вегетативная нервная система многих действительно страдает. Когда вы влюбляетесь, ваше тело производит дофамин, адреналин и серотонин. И это неудивительно. Но что интересно в этом, так это тот факт, что все три этих гормона могут быть произведены в лабораторных условиях. И в случае передозировки они могут вызвать серьезное безумие, паранойю и шизофрению. Любовь она такая. У омаров почти такая же неврологическая сеть, как и у людей. Поэтому, когда омар сражается с другим омаром и проигрывает, уровень серотонина будет снижаться. Что означает, что мы можем дать ему антидепрессанты, от чего у него поднимется настроение, и он снова пойдет в бой. Шоколад это ферментированный продукт. После сбора урожая, какао, бобы и мякоть плодов извлекается из стручков. А затем помещаются в несколько ящиков на несколько дней для ферментации. Большая часть вкуса бобов проявляется во время этого процесса. Что делает его очень важным для правильного приготовления шоколада. В фильмах все неправильно. Хлороформу нужно время, чтобы кого-то вырубить. И грань между усыплением и вечным сном очень тонкая. Независимо от того, какой метод вы используете, прикончить человека легче, чем заставить его потерять сознание. Вот почему анестезиологам так много платят. Ведь их работа заставить вас потерять сознание, а не отправиться на тот свет. Что, как уже говорилось, чрезвычайно сложно. День на Венере длиннее года на Венере. Я думаю, это потому, что она вращается иначе, чем все другие планеты. Вращение этой планеты буквально противодействует вращению вокруг Солнца. Подобно тому, как мы видим только одну сторону Луны. Потому что эти две скорости вращения идеально сбалансированы, как и должно быть. Компания Harley-Davidson переживала тяжелые времена с продажей мотоциклов. А в Японии в 80-е годы дела шли отлично, потому что Harley выпустила новый мотоцикл. Одним из его первоначальных цветов был серый с семи желтыми полосами. Подобно двум атомным бомбам, которые были сброшены на Японию. Около половины людей в мире встает с унитаза, чтобы вытереться. Вторая половина людей во всем мире сидит, пока вытирается. Но около 99% людей шокированы существованием другой группы. Нейродегенеративные заболевания начинаются за годы до появления первых симптомов. Когда кому-то ставят диагноз «болезнь Альцгеймера», это означает, что болезнь разрушала его мозг в течение уже как минимум 20 лет. И теперь он не может справиться с повреждениями. Таким образом, если вы заболеете болезнью Альцгеймера в 65 лет, вы уже облажались, когда вам было за 40. И это касается не только пожилых людей. Некоторым из самых молодых людей с болезнью Альцгеймера было около 20 лет, когда им поставили диагноз. Хотя это было связано с генетикой. Фраза с опущенными руками происходит из скачек и относится к хоккею, который был настолько далеко впереди, что мог позволить себе опустить руки и ослабить поводья. Обычно они держатся туго натянутыми, чтобы побудить лошадь бежать и при этом легко победить. 26 июля 1956 года корпорация Stainway & Sons, всемирно известная американская компания-производитель фортепиано, объявила, что она начнет модификацию своего производственного процесса, что позволит использовать пластик для клавиш пианино вместо традиционной слоновой кости. Решение было мотивировано не заботой о животных, к сожалению, добыча слоновой кости не была запрещена в Соединенных Штатах до 1989 года, а соображениями стоимости производства. Слоновая кость для клавиш пианино требует нескольких недель отбеливания на солнце после замачивания в перекиси водорода, а затем она все равно может расколоться из-за климатических отклонений, или изменить цвет при взаимодействии маслянистого вещества с пальцев пианиста. В компании отметили, что использование пластика для клавиш значительно снизит стоимость производства и снизит потребность в ремонте в будущем. Несмотря на то, что завод Stainway & Sons в Америке вскоре полностью пришел на пластик, завод в Гамбурге в Германии продолжал использовать слоновую кость еще много лет. Сыр пармезан невегетарианский. Он делается с сычужным ферментом. Это фермент, добываемый из желудка телят. На самом деле невегетарианских сыров довольно много. Также невегетарианским может быть и вино. Крокодил имеет силу укуса 3700 фунтов на квадратный дюйм. Все мышцы крокодилов способствуют захлопывающему движению челюсти. Но у них почти нет мышечной силы, способствующей раскрытии челюсти. Это значит, что даже младенец может очень легко зажать рот крокодила. В оригинальной истории о Золушке, милая невинная Золушка разрезала своих сводных сестер на крошечные кусочки. Сделала из них варенье и скормила мачехи. Я зарабатываю на жизнь, работая флеботомистом. Беру кровь людей на анализы. Но у меня есть сильная боязнь игл. Я в полном порядке не беспокоюсь, когда втыкаю иглу в кого-то другого. Но когда приходит моя очередь, я каждый раз теряю сознание и очень боюсь этого. Мне потребовалось годы, чтобы научиться в одиночку убрать у себя анализы. И я все еще веду себя как ребенок, когда дело доходит до уколов. Падение на предельной скорости для кошек не так опасно. Теоретически, вы можете сбросить кошку с вершины небоскреба и она выживет. Как это работает? У кошек очень дряблая кожа, которая действует как своего рода парашют. Кроме того, у них очень гибкие соединения костей, которые идеально подходят для поглощения ударов. Если у кошек есть достаточно времени, чтобы сориентироваться для падения, живот должен быть опущен, тело наклонено вперед, а передние и задние лапы разведены. Она, скорее всего, переживет падение практически без травм. На самом деле, для кошки более опасно падать с двух или трех этажей, чем с высоты 100 футов, потому что у кошки меньше времени, чтобы принять нужное положение. Я не уверен, что это имеет значение, но я люблю говорить людям об этом факте. Вы знаете песню What Does The Fox Say, которая была популярна несколько лет назад? Группа Илвис, написавшая ее, на самом деле пишет почти исключительно странные, но веселые песни. Все они в основном пародийные, и они совершенно не воспринимаются всерьез. Песни Massachusetts и Stonehenge, особенно забавные песни, которые даже лучше, чем их самая популярная песня про то, что говорит лиса. Забавный факт. В среднем за всю жизнь вы проходите мимо не менее 30 убийц. Также забавно, что они решили не убивать вас. Тех, кому я это рассказываю, это всегда шокирует. Кошки и собаки съедят тело своего погибшего хозяина, если он скончается в собственном доме или квартире. Ну, вообще, честно говоря, если самолет полный людей разобьется где-то в горах, люди также будут есть своих попутчиков, которые погибли, чтобы выжить. Ну, а на этом видео заканчивается, и если видосик вам понравился, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Народ, давайте попробуем набрать на этом видео 5000 лайков. Всего-то 5000 лайков, я знаю, вы можете. Также, если хотите, можете нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих роликов. И спасибо каждому, кто оставляет комментарии. Всех крепко обнимаю, ну и как обычно, ссылку на телеграм-канал и чат вы найдете в описании. Пока! А вот, кстати, рандомный комментарий из предыдущего выпуска. Но если ты тоже хочешь попасть в видос, обязательно оставляй любой комментарий. И, возможно, именно ты попадешь в следующий выпуск. Удачи!